Поездку по осмотру строительных площадок Олег Хромов начал с посещения детского сада в посёлке Володарского. Никого из рабочих на стройке замечено не было. Объект находится на стадии вырытого котлована. Хотя окончание работ, как обозначено на информационном щите, третий квартал 2015 года. Этот объект у нас вызывает достаточно большие опасения. Я думаю, что мы будем применять предусмотренные законы, меры воздействия, соответственно, к тому подрядчику, который выиграл конкурсные процедуры в 2014 году. В меньшей степени волнение вызывает объект Молоковская участковая больница. Строительство осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья. Подрядчики должны построить амбулаторно-поликлиническое отделение на 100 посещений в смену для взрослых и детей и стационарно 36 коек. Здесь уже появляются колонны для фундамента. И, как обещают подрядчики, когда пройдут первые проплаты, строительство ускорится. И уже в сезон можно закрепить контур и приступить к отделочным работам. Финансирование открыто. Но чтобы финансирование реально пошло, в казначейство должно поступить два титульных списка. На инфекцию и на Молоковскую больницу. Которые не были разработаны в момент... То есть их вообще давно должны были сделать. Следующий объект, который посетил глава Ленинского района, это детский сад «Кораблик» в сельском поселении Развилковское. Он находится в высокой степени готовности. Заложен фундамент для строительства пристроек новых помещений для групп. Реконструкция детского садика может быть закончена в срок. При условии увеличения числа человек на строительных и отделочных работах. Не всегда поставщики материалов, например, выполняют свои обязательства. Бывают задержки. Это, конечно, я считаю, что это не наша вина. Но мы стараемся, так сказать, выйти с честью из этой ситуации. Поэтому, в общем-то, те усилия, которые мы прикладываем со стороны руководящего состава, ребята очень хорошо здесь на стройке работают. Для усиления, так сказать, заходом, вернее, для контроля за ходом строительства у нас здесь бывает и главный инженер. И я постоянно нахожусь, так сказать, как куратор этой стройки. Вызывает опасения строительство детской школы искусств в поселке Развилка. Даже чтобы подойти к объекту, приходится идти вдоль шоссе. А предполагается, что в будущем по этой дороге дети пойдут в школу. Сейчас на стройплощадке производятся работы по рытью котлована. Но информационный щит о том, что за строительство здесь ведется, отсутствует. Тут, конечно, у нас будет тоже много вопросов. Подрядные организации надеются, что они мобилизуются. Там были некоторые сложности. Они были связаны, в первую очередь, с вывозом достаточно большого объема разрушенных строений и сооружений, которые находились на данной площадке. Мы, в том числе, за счет возможностей муниципалитета и, так скажем, спонсорских организаций смогли помочь в освобождении данной площадки. Сегодня ничего не мешает для того, чтобы производить строительство и чтобы это строительство было закончено в установленный срок. Последним объектом, который Олег Хромов посетил в рамках своей рабочей поездки по осмотру строительных площадок, стало инфекционное отделение Видновской районной клинической больницы. Строительство на нулевом цикле. Отставание в работах примерно на два месяца. Подрядчик заверил, что уже в зиму они должны уйти в отделочные работы и в марте 2016 года сдать данный объект в Московскую область. Такие рабочие поездки Олег Хромов будет проводить как минимум раз в две недели. А также особое внимание уделять объектам на территории Ленинского района, строительство которых ведется за счет средств города Москвы. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.